Всем привет! Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра! Бои вплотную приблизились к Степана Кирту. У Армении в Карабахе новые крупные потери. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Недалеко от столицы Нагорного Карабаха снова раздаются звуки войны. Слышны взрывы и воздушная сирена. Жители Степанакерта услышали взрывы и воздушную сирену. По данным спутник Армения, недалеко от столицы Карабаха армянские войска ПВО уничтожили два беспилотника ВС Азербайджана. Пока не ясно, успели ли дроны достичь и поразить заданные цели. Кроме этого СМИ сообщили об обстреле пожарной машины Аскеранского районного отдела госслужбы ПЧС Карабаха, которая доставляла питьевую воду гражданскому населению. Из личного состава спасательной службы пострадавших нет. Минобороны Азербайджана сообщила о новом успехе на фронте. Сегодня уничтожены две артиллерийские батареи противника. В течение дня на различных направлениях фронта были уничтожены две артиллерийские батареи противника, говорится в сообщении. Первый ноябрьский день стал черным днем для вооруженных сил Армении. 1 ноября во время боевых действий в Нагорном Карабахе армия Армении потерпела очередное поражение. Вооруженные силы Азербайджана нанесли мощнейшие удары по позициям противника. Под удары авиации, артиллерии и барражирующих дронов попали опорные пункты, живая сила, бронетехника и системы ПВО. YouTube канал разместил видео, снятое во время этих боев. На видео запечатлены кадры уничтожения десятков единиц военной техники. Судя по количеству уже уничтоженной техники, Армения получает неплохую военную помощь из России, поскольку достаточно скромно развитая армянская экономика вряд ли может позволить стране приобретать военную технику на десятки миллиардов долларов. Однако даже такая весомая помощь с той стороны не помогает Армении в противостоянии против армии Азербайджана в Карабахе. Во-первых, потому, что азербайджанские вооруженные силы за последние годы сумели перестроиться и сейчас могут воевать в соответствии с современными стандартами. Во-вторых, азербайджанцы более мотивированы, поскольку освобождают собственные территории, оккупированные почти 30 лет назад. В целом, примерно 200 населенных пунктов, освобождены от врага. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турецкой республики Мевлю Тамчевушагул. Начиная с первых дней войны, с первых часов, Турция рядом с нами. Как сказал мой дорогой брат, господин президент, Турция всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан не одинок. Эта политическая и моральная поддержка продолжается и сегодня. И уважаемый президент, в то же время председатель Великого национального собрания Турции, вы министр иностранных дел, министр обороны и другие высокопоставленные лица неоднократно оказывали поддержку Азербайджану. Это вызывает у нас, азербайджанского народа, глубокое удовлетворение. Это еще раз демонстрирует, что мы рядом друг с другом во все периоды, и в хорошие, и в трудные дни. Эта политическая и моральная поддержка, конечно же, воодушевляет нас, и мы продолжаем свое правое дело. Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня многие села, города, поселки были освобождены от оккупантов, в частности города Физули, Джабраил, Зангелан, Губадлы. В целом, примерно 200 населенных пунктов освобождены от врага, и это продолжается. Каждую неделю я предоставляю информацию о новых освобожденных городах и селах, и надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность, сказал глава государства. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.